Итак, мы с вами подошли к логическому завершению нашего курса, который касается русской культуры. Это тема «Художественная культура России XX века». Явление очень интересное, потому что необходимо проследить, каким образом произошла эволюция от авангардных форм рубежа веков, от авангардных форм X-х годов XX века к традициям неоклассицизма, к традициям сталинского вампира 30-х и 50-х годов. И также необходимо дать характеристику ключевым событиям истории, которые волновали общество и так или иначе находили свое воплощение в произведениях художественной культуры. Конечно, среди таких событий максимальное значение мы всегда будем уделять революциям 1905 и революциям 1917 года. А также важным событием, которое нашло отражение в искусстве, становится Великая Отечественная война. И когда мы будем рассматривать конкретный материал, мы увидим, как эти работы отражают названные события. Итак, вспомним кратко о том, что, разбирая авангардные явления в художественной культуре России Серебряного века, мы называли беспредметное искусство, называли творчество Казимира Малевича. И отметим, что этот художник продолжает свою творческую деятельность и после революции. Более того, он принимает большую роль и непосредственно как участник революционных событий. В частности, он оформляет некоторые мероприятия, которые были связаны с потребностями нового государства и занимает одну из административных должностей, которая была связана с политикой в области искусства. Также мастер, произведение которого сейчас перед вами, это Павел Филонов. Он принимал непосредственное участие в революционных событиях, занимая одну из административных должностей. Для развития культуры его роль велика, потому что он является основоположником так называемого аналитического реализма. Это особая эстетическая система и особые творческие приемы при создании произведений. Следующая работа, которая перед вами, это плакат, автором которого является Эль Лисицкий. И это произведение тоже отражает тему, которая была поднята благодаря революции. Революция предполагалась мировой, поэтому необходимо было выработать некий универсальный язык и для художественной культуры. Поиски такого универсального всеобщего языка находили воплощение, в частности, в искусстве плаката. Перед вами работа, которую я назвала, и еще одно произведение, которое мастер выполняет в качестве оформления книжного издания. Отметим, что кроме таких вот авангардных форм, кроме беспредметного искусства, естественно, продолжает свое развитие и фигуративная живопись, которая была представлена пейзажными работами, картинами исторического содержания. Тем не менее, в рамках отечественной историографии уже в XX веке эти произведения, как, например, данная работа, которая перед вами в «Голубом просторе», написанная в 1918 году, она была названа первым советским пейзажем. Этот образ, он полон веры в жизненные силы, он полон каких-то светлых надежд, поэтому, конечно, такое вот содержание, оно было трактовано в идеологических целях. Следующая работа, которая тоже отражает новаторские искания и тему о появлении новых форм, и о чего-то нового, это произведение Константина Иона «Новая планета». Работа 1921 года, дальнейшее творчество мастера, оно было в большей степени связано с пейзажной живописью, а причем пейзажная живопись, которая опиралась на наследие поздних передвижников. Здесь же мы с вами видим резкие диссонансы, очень такие геометричные формы, которые, конечно, отражают влияние искусства плаката. Так вот, отметим, что другие мастера, которые работали и в конце XIX столетия, они так или иначе были вовлечены в революционные настроения, и такие художники, как, например, Кустодиев, откликнулись на события революции. Перед вами его работа «Большевик» и еще одно произведение, которое посвящено празднику в честь Второго конгресса Коминтерна на площади Урицкого. Особое место в развитии художественной культуры X-х годов занимает творчество Петрова Водкина, который также разрабатывал собственную систему композиции, собственную систему перспективных построений. И тоже в своих работах он отражает бытовые реалии революционного времени. Вот перед вами его «Носюрморт» и другие работы, которые посвящены теме революции и гражданской войны. Это «Петроградская Мадонна», это «Смерть комиссара». И мы видим о том, как ярко, эмоционально и с глубиной личного отношения художник интерпретирует эти формы. Отметим, что революция оказала влияние на все сферы культуры, на все виды искусства. Особенного внимания всегда заслуживал агитационный фарфор, то есть произведения декоративно-прикладного искусства, которые были наполнены вот этими интересными формами. Перед вами работа Сергея Чихонина. Это декоративная тарелка, она выполнена с опорой на традиции предшествующей художественной школы. Это, конечно, интерпретация идеи кубизма. И образы, которые мы здесь встречаем, они отражают уже бытовые реалии советского времени. Это серп и молот. И также в творчестве этого мастера особую страницу занимает его деятельность в качестве художника, который оформлял книжные издания и журналы. Перед вами обложка журнала «Октябрь», которая была создана им в 1921 году, и другие работы. В 1920-е годы появляются также художественные группировки, которые были ориентированы на новую идеологию. Здесь можно отметить, что ключевыми темами, которые получают распространение в контексте советского искусства, становятся, конечно, темы труда, темы, которые были связаны с промышленностью, тема спорта. В данном случае перед вами работа художника Пименова «Даёшь тяжёлую индустрию». Очень интересное произведение, которое новаторское по своим художественным качествам. И тема, которую он интерпретирует, она как раз и отражала взгляды, которые мы назвали. Отметим, что Пименов участвовал в одной из первых выставок, благодаря которой было сформировано общество станковистов, так называемый ОСТ. И в своей творческой практике мастера, которые входили в это объединение, они как раз развивали названные темы. Перед вами ещё один представитель общества станковистов — это Александр Дейнека. Работа, которая посвящена промышленности, настройке новых цехов, перед спуском в шахту, футбол, текстильщица — это произведение очень актуально именно для нашего вуза. И его же «Оборона Петрограда», которое отмечено чётким ритмом композиционным, который поражал не только отечественных зрителей, а также привлёк внимание и европейской публике, потому что эта работа была выставлена на международной выставке. И в прессе, например, в «Карьер де Лассера» писали о том, что эта работа лучшая не только в советском павильоне, но и на всей выставке в целом. Конечно, для удовлетворения идеологических потребностей появляется и официальная линия в развитии искусства, которая была связана с интерпретацией образов руководителей государства. Однако отметим, что эти произведения были выполнены на высоком художественном уровне, поэтому выразительность, чёткость построения композиции, гармоничное сочетание цветов позволили считать эти произведения также одними из шедевров мировой художественной культуры. Ещё одно творческое объединение, которое появляется в 1920-е годы, это Ассоциация художников революции или Ассоциация художников революционной России. Одним из ключевых представителей этого объединения был Митрофан Борисович Греков. Это псевдоним автора. Отметим, что художник является основоположником батального жанра в советском искусстве, и студия художников-баталистов Грекова до сих пор имеет своих последователей и продолжает раскрывать эту очень важную для искусства тему. Вот перед вами его работы «Тачанка», «Трубачи первой иконы» и так далее. В творчестве художников представители Ассоциации художников революционной России находят развитие и интерпретации и другие жанры, не только батальные сцены. Конечно, это портрет, который был призван показать человека нового, человека нового общества, который обладает определёнными нравственными качествами и определёнными психологическими характеристиками. Перед вами две работы художника Ряжского. Это делегатка и председательница. Мы с вами разбирали на прошлом занятии творчество мастеров, которые так или иначе имели отношение к авангардным направлениям. Это Машков, Кончаловский и другие. И мы видим о том, насколько сильно изменилась творческая манера этих художников в 1920-е годы. То есть как вот эта новаторская форма постепенно приобретает иные качества. Перед вами автопортрет Кончаловского с супругой и портрет произведения, которые относятся к 1920-м годам. То есть от принципов живописи бубнового лета мастер постепенно переходит к такой более реалистической манере. То же самое можно сказать и о творчестве Машкова, если интерпретировать его в рамках школьной программы. Перед вами его натюрморты. Художник Борис Иогансен, который также в своих произведениях обращался к исторической тематике, он опирается на принципы реалистического искусства. И, конечно, здесь ключевым событием для всей русской культуры становится 1932 год. Это дата, когда было принято постановление о реорганизации творческих объединений. И считается о том, что именно с этого момента социалистический реализм как метод становится основополагающим и ведущим в творчестве советских мастеров. Отметим, что социалистический реализм предполагал, во-первых, обращения к сюжетам, которые были понятны и которые откликались магистральной линией развития государства. Во-вторых, социалистический реализм предполагал опору на традиции реалистического искусства, то есть отказ от авангардных каких-то форм, идей и так далее. Ну и, конечно, от художников, которые были представителями социалистического реализма, требовалось очень высокое мастерство. То есть работа должна быть предельно законченной, максимально отработанной. То есть это не предполагало какой-то небрежности, наоборот. Поэтому в целом официальное советское искусство, оно обладает выдающимися художественными качествами, потому что это было закреплено на государственном уровне. Поэтому была реформирована и система образования, которая, наследуя все лучшее, что создала академическая система за XVIII-XIX веков, в XX веке приобретает новое содержание. Поэтому традиционно считается, что советская и русская художественная школа сейчас одна из таких самых интересных и фундаментальных. В пейзажном жанре тоже мы говорим о проявлении тех же особенностей. Поэтому, например, пейзаж Сергея Герасимова, который очень лирично трактовал образы родной природы, это очень хороший пример такого рода интерпретации особенностей социалистического реализма. Его же «Колхозный праздник», работа которой приобретает уже более широкое звучание, здесь появляются элементы жанрового искусства. И его же «Клятва сибирских партизан», работа 1933 года, которая является воплощением историко-революционной темы. Вот и отметим, что мастер решает такие темы исторические в монументально-эпическом ключе. Это очень важно, так как отражало магистральную линию развития советского искусства. Продолжает в своем творчестве интерпретировать социалистический реализм и Аркадий Бластов, и художник Александр Дейнека, который создает целую череду портретов людей, которые имели большой вес в советском обществе. Это, например, стахановцы, спортсмены, культуристы, это в данном случае такая Венера советского периода, девушка в футболке, девушка с ядром, метростроевка со сверлом. То есть образы, которые отражали именно новые идеалы советской эпохи. Таким образом, социалистический реализм как творческий метод составил основу для формирования многих выдающихся произведений указанного времени. И отметим, что в целом эта тенденция сохраняется вплоть до 80-х годов, с учетом того, что уже в послевоенное время появляется так называемое неофициальное искусство, то есть художники, которые пропагандировали большую творческую свободу и развивали собственные приемы и собственные методы. Если говорить о развитии скульптуры в XX столетии, то первая половина века она, конечно, прошла, наверное, под знаменем интерпретации наследия рубежа веков. И здесь самым ярким представителем является скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Ее работы могли быть образные, могли быть такими интересными и необычными, как, например, «Пламя революции» в 1920-е годы. Они могли отражать силу и мощь русского народа, как, например, «Крестьянка» произведения 1927 года. И они могли становиться целым символом эпохи, как, например, произведение «Рабочая колхозница». Это скульптура, которая сейчас украшает павильон на ВДНХ, а в момент своего создания она украшала советский павильон на международной выставке в Париже. При этом, по иронии судьбы, два павильона, советский и немецкий, были противопоставлены друг другу. И вот эта мощная динамичная композиция перекликалась с этой темой и противостояния в дальнейшем двух держав уже в рамках одного из самых трагических конфликтов XX столетия, а именно Великой Отечественной войны. Кроме Веры Мухиной, в первой половине XX столетия работает такой мастер, как Иван Дмитриевич Шадр. Вот тоже перед вами его произведение. И, в общем и целом, тематика, которая была характерна для произведения указанного периода, она аналогичная. То есть это темы труда, темы народности, темы, которые позволяли раскрыть те принципы, которые были актуальны для советской эпохи. И в целом, в рамках плана монументальной пропаганды предполагалось создание произведений скульптурных, которые могли бы увековечить память выдающихся деятелей революции или выдающихся исторических персонажей, например, родящего или представителей французской революции. Как мы уже отметили, середина XX века отмечена очень драматичным событием. Это Великая Отечественная война, которая, конечно, повлияла очень сильно на качество искусства, на качество культуры. Потому что здесь, с одной стороны, произведения этого периода являются таким беспощадным источником, который обличает ужасы, которые творились в указанный период. С другой стороны, задачи искусства, они были обусловлены и, наоборот, стремлением показать другую жизнь, то есть не концентрировать внимание на негативном, а всё-таки дать людям надежду. То есть воодушевление — это тоже та тема, которую раскрывает советское художественное творчество в 1940-е годы. Отсюда и деятельность артистов, которые также выезжали на линию фронта и своими представлениями воодушевляли солдат, воодушевляли русских воинов. Мастера, которые работают в 1940-е годы, они, в общем-то, уже были сегодня названы. Это и Александр Дейнека, и Герасимов, и Павел Корин. Но в целом образы, которые характеризуют их картины, они выражают именно названные особенности. Это, с одной стороны, воспевание беспримерного героизма и мужества советского солдата, и, с другой стороны, более лирические темы, как, например, на полотнах неменского изображения «Мать и сестры наши перед вами». В послевоенное время, в 1940-е годы, конечно, были проникнуты радостью победы, и картины этих лет, картины этого времени, они пронизаны оптимизмом и мажорной составляющей. Работа Костецкого «Возвращение», работа Татьяны Яблонской «Хлеб». И в целом, и в творчестве мастеров 1950-х годов мы с вами встретимся с таким неким идеализмом, то есть идиллической трактовкой, которая максимально полно позволяла насладиться радостью и понять счастье этой простой мирной жизни. Например, работа «Яблонская весна» перед вами, или работа Аркадия Пластова «Синокос», или его произведение «Весна в бане». Однако осмысление событий Великой Отечественной войны, оно, конечно, требовало и увековечить память воинов, память героев, которые позволили нам жить на этой земле. Поэтому послевоенное время, начиная с 1950-х годов, это время формирования крупных мемориальных ансамблей, которые были связаны с какими-то важными сражениями, например, вот мемориал Брестская крепость, или мемориал Мамаев-Курган, который перед вами. Или это были места погребения тех людей, которые отдали свою жизнь во время войны, как военные, так и мирные. А в данном случае перед вами ансамбль Лепискаревского мемориального кладбища, памятник, который был создан в 50-е, 60-е годы в Ленинграде. И статуя Родины Матери, которая возлагает этот венок на могилы своих детей. И образы, которые появляются в искусстве 50-х, 60-х и далее 70-х годов, они отмечены одной очень важной характеристикой. Это момент обобщения, потому что мы знаем о том, что практически в каждом городе есть могила неизвестного солдата, потому что таким образом любая мать, любая жена, любая дочь могла прийти к этой могиле, и думая о том, что если ее родной человек пропал без вести, то, возможно, именно здесь находится его погребение. То есть высота и масштаб советского искусства в данном случае позволяют решать даже такие глобальные задачи. Поэтому, несмотря на такую массовость, несмотря на огромное количество образцов скульптуры, живописи этого времени, вот все они пронизаны этим предельно гуманистическим духом. 60-е годы XX века — это время сурового стиля. Обычно на характеристике этого явления заканчивается классическая история русского искусства, и далее уже говорят о формировании официальной и неофициальной линии. Так вот, 60-е годы — это время, когда все сферы художественной культуры, литературу, живопись, музыку пронизывают новый стиль, суровый стиль, представителями которого в рамках живописи были такие мастера, как Андронов, Виктор Попков, Дмитрий Жилинский, Гелий Коржев и другие. Мастера этого времени, с одной стороны, по-новому интерпретировали наследие военного времени, поэтому особое место в их творчестве занимает образ матери. Также в своих произведениях они изображали такую поэзию трудовых будней, поэзию таких бытовых сцен, и этим были обусловлены и особые художественные качества их работ. Это сдержанность, лаконизм, и обычно в конце своего творчества они приходили к большому количеству символов и аллегорий, как, например, в творчестве Виктора Попкова. Его работы «Майский праздник», «Хороший человек была бабка», они сей и другие, они как раз дают нам пример такой религиозно-символической трактовки даже в рамках официального советского искусства. На этом мы заканчиваем разбор классического русского и советского искусства. И еще раз повторю, что с 60-х годов обычно речь идет о формировании двух линий, официальной и неофициальной, и это явление, конечно, требует отдельного вашего внимания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok